всем привет рыбаками любителям рыбалки любителям покушать рыбу значит так сейчас расскажу может кому пригодится как я делаю наживку наживку для ловли корюшки может быть что эта наживка еще пригодится кого-нибудь поймать значит вот моя наживка которая сейчас в процессе приготовления не буду рассказывать как там корюшку чистить и все такое это тоже корюшка я вот был на рыбалке поймал четыре штуки вот раз два три четыре и делаю из нее наживку а потом на нее буду ловить все остальные значит как делается наживка для корюшки корюшку очень хорошо еще привлекает цвет кроме всего остального и эта наживка может храниться годами эту корюшку я поймал на наживку которую я сделал еще в прошлом году клевало прекрасно значит смотрите делается филе с двух сторон делается филе корюшки снимаете снимаете ее тонко не делайте толстые филе тоненькое смотрите вот вам чтобы видно было срезаете со шкурочкой почистили лузку а вот блестящая вот эта коржица должна остаться вот с этой коржицей потому что этот блеск и больше всего привлекает вот саму же ту же корюшку ну как блесна блестит видите как добиться от такого блеска сейчас будем рассказывать я сделал четыре кусочка из просто без красителя и четыре кусочка меня будет с красителем лучше всего где-то красный краситель у меня под рукой не было красного красителя взял который есть смотрите как выглядит с красителем это тоже самая корюшка только филе ее покрашенные пищевым красителем который применяется там для тортиков и всего остального посмотрите на этот блеск видите что мы делаем снимаем два филе с кожицей я уже показал что кожица должна потом блестеть и все и привлекать внимание все вот эти блески натуральные очень классные срезаем тоненько это филе берем тарелочку берем салфетки кухонные ложим на низ несколько слоев там 68 салфеток выкладываем кожицы вниз хотите крашеную хотите не крашеную выкладываем кожицы вниз на салфетки и присаливаем мелкой солью и сахаром сахарим то есть где-то один к одному сколько соли столько и сахара вот этот сахар и дает вот этот блеск это потому что я употреблял если вы просто сделаете соль у вас такого блеска не будет сразу предупреждаю а если вы сделаете еще сахаром будет кстати если будете делать там типа селедку то все засаливать сами там тоже применяйте сахар только там применяйте не один к одному а один к двум то есть сахара в два раза меньше чем соль здесь для этого солим не так чтобы как сдуру много а так спокойненько хорошо набираем и так раз 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 так присолили хорошо а потом также прошли с сахаром сверху и оставляем ставим это дело в холодильник если вам там не хочется чтобы она как говорят запах рыбы был или что значит вот такой кулечек эту тарелку и в холодильник на нижнюю полочку на день на день до следующего дня где-то через шесть часов посмотрите вас эти все салфетки будут плавать в соку который выделяет рыба от соли значит вот потому снимаете салфетки меняете и на свежие салфетки и таким образом за сутки можно пару раз поменять салфеточки через сутки она становится вот такая как я сейчас показываю как красить я делаю так беру такой кулечек обычный беру пищевую краску которая такая и порошок а есть такая которая как как жидкая немножко что наливаю сюда или ложу эту краску ложу эту филешку кулек и с наружной стороны кулек начинаю вымазывать по филешке таким образом руки чистые филе крашеное потом солим значит через сутки вот уже видите уже мокрые салфетки но они такие сейчас буду нанизывать на нитку и вешать сушиться на кухне потому что у нас наступает зима значит у кого-то может повесить в холодок посушиться но нельзя пересушивать то есть вы не должны делать как это тараньку какую-то нет она должна быть такая плотная плотная но еще не совсем усушенная то есть не должна быть такой как вот пересушенная таранька который там волк ну погоди стучал там пол по столу и стол перебивал сейчас я повешу сушиться потом досниму покажу как какого какой мягкости скажем так надо оставить и что с ней делать дальше чтобы она хранилась у вас годами всегда была эта наживка под рукой так что все я сейчас единственное что сделает я думаю показывать не обязательно нанижу на ниточку с пространством между ними чтобы они не слипались и повешу сушиться на один-два дня на кухне повешу какое-нибудь так сказать укромное местечко так прошло два дня так как они были тоненькие эти филешки они подсохли хорошо но не пересохшие то есть из которой совсем тонкие так сухенькие больше эти которые чуть-чуть толще были так прощупывается мяско если нажать в общем теперь следующий этап это их порезать порезать вот на такие где-то кусочки так как вот на такие чтобы только можно было спокойненько на крючок зацепить сейчас такие полосочки и эта полосочка и будет являться наживкой вот такого размера полосочки чтобы нормально можно было на крючок нацепить или завернуть еще разочек значит когда она набухнет это наживка набухает воде становится хороший кусочек такого рыбного мяска и она очень блестящие привлекает хорошо корюшку как ее хранить потом берем кукурузную крупу нас такая полента называется сырая кукурузная крупа такая мелкая бросаем туда перемешиваем это все хозяйство с такой кукурузной крупой она не дает им потом склеиваться хорошо питает себя влажность если еще какая-то появляется и потом я это все храню в морозилке морозилке и беру сколько мне нужно с собой на рыбалку остальное просто хранится в морозилке может годами там стоять я вот недавно ловил на те приправы которые на ту наживку на вот эти филешки которые у меня были с прошлого года еще и также и маленькие вот такие рыбки то же самое все то же самое как сделать вот это так и эти рыбки видите они блестящие остаются и тоже в эту крупу и все это все хранится это ваша машинка так что все пока до следующего видео попробуйте и у вас будет корюшка хорошо на это хлевать